Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня постараюсь ответить на ваши вопросы. В этом ролике я расскажу о люмбаге. Это синдром замороженной спины. Боль в спине – это огромная проблема. Это то, что беспокоит, наверное, каждого из нас. Процент вероятности огромен. И, в принципе, избежать какие-то возрастные изменения тоже мы не в силах. Влияет на наше качество жизни, нарушает наш сон, влияет на наши эмоции. И это то, что в целом может повлиять еще и на окружающих нас людей. Как правило, огромный процент, получается, боли в спине связан с болезненным таким спазмом околопозвоночных мышц. Это то, что является по статистике и берет на себя львиную долю, получается, всех вот этих вот нарушений поясницы. А не, как казалось нам, всевозможные вот эти вот протрузии, которые бессимптомные, которыми нас пугают. И уже вот этот страх грыжи диска. Поэтому в первую очередь это мышечная боль. 80% боли в спине – это мышцы. Чем характерны, в чем специфика, получается, таких состояний? Это напряжение такое вот в поясничной области, это вот такое чувство ломоты, это тяжесть, это глубокие и такие бывают давящие боли. Чаще всего они такого постоянного характера и усиливаются при движениях. То есть тогда, когда мы поднимаемся по лестнице, встаем со стула, при наклонах вперед и боковых наклонах. Иногда, иногда эти состояния могут характеризоваться еще вот такими вот прострелами. То есть стреляют поясницы. Это вот как такой вот импульс, который очень болезненный. Вот такие покалывающие боли тоже часто бывают. Дифференциальную диагностику нужно действительно проводить с огромным количеством, получается, патологий. И тут действительно, если этот болевой синдром характеризуется тем, что он начинает отдавать, если появляется нарушение чувствительности, если появляется мышечная слабость, нарушение функций тазовых органов. Вот в этом случае действительно нужно исключать гыжу диска. Для этого нам поможет, конечно же, МРТ-обследование. В тех случаях, когда это болевой строго локализован, и здесь в этом случае, что нам действительно поможет, это пальпация. Она действительно эффективная такая вот диагностика. Огромное количество, получается, состояний мы можем выявить простым методом пальпации. Пропальпировать нужно около позвоночной мышцы. Ничего сложного в этом нет. Так, чтобы вы понимали лучше это состояние, нужно понимать, что вот эти околопозвоночные мышцы при двухстороннем сокращении, они вызывают такой, ну, осуществляют механизм разгибания позвоночника. При одностороннем, получается, сокращении, это сгибание в сторону, но будьте внимательны, противоположное сокращение. Поэтому это тоже очень важно. Вы спросите о причинах, почему так происходит и что это вызывает. Огромные проценты вот таких состояний – это миофасциальный синдром, который может быть вызван, получается, нагрузками, быстрыми какими-то поворотами, вот этой постоянной статической нагрузкой. Особенно это офисные сотрудники, это водители, и ряд других профессий, поэтому тут мы ограничиваться не будем. Это остеохондроз, это возрастные изменения, поэтому никуда мы от этого не денемся. Ну и, конечно же, такие вот, получается, изменения, как сквозняки – это переохлаждение, поэтому тоже берегите свое здоровье. Как легко, получается, выявите такое состояние, то есть лежа на боку, будьте внимательны, на здоровой, получается, стороне, можно пропальпировать напряжение мышц, можно пропальпировать, получается, вот эти точки, триггерные, триггерные зоны, получаются такие мышечные уплотнения, которые вызывают максимальную болезненность, поэтому самодиагностикой в этом случае очень легко заниматься, и вы можете самостоятельно это сделать, а можете попросить кого-либо. Что нужно делать в этом случае? Первое, с чего нужно начать – это растяжка. Чтобы долго не говорить, я покажу такой вот снимочек, фотографию, изображение, рисунок, называйте, как хотите, где вот наглядно это все показывается. Если противопоказаний нету, аккуратненько дома можно, получается, выполнить. Не должно быть никакого дискомфорта и выраженных каких-то болевых, поэтому все это такое вот состояние должно быть допустимым, допустимым, и никаких осложнений после этого тоже не должно быть. Будьте очень внимательны. У тех, у кого выраженная боль, сильная боль, не занимайтесь самолечением, обращайтесь к специалистам, чтобы не навредить себе. Если растяжка и вот эти указанные эффективные методы, которые действительно помогли ни одному пациенту, неэффективны, не помогают, не занимайтесь самолечением, обращайтесь к специалистам. Специалист правильно поставит диагноз, от этого будет зависеть успешное лечение, и в зависимости от этого уже правильно подберет вам лечение. Это могут быть эмази, это могут быть нестероидные противоспалительные, неорелаксанты, это может быть какая-то мануальная терапия, это могут быть блокады, постизометрическая релаксация. Огромный комплекс, спектр того, что будет в вашем случае эффективно, и именно в вашем случае подходить вам. Для лечения получается, поэтому будьте осторожны и внимательны. Есть вот тонкая грань между самолечением и тем состоянием, когда нужно обязательно обратиться к специалисту. Если эти состояния длительные, затяжные, и чтобы вы не выполняли, все равно болевой сохраняется, не занимайтесь самолечением. Что также будет профилактикой, потому что лечением занимаются все, а вот о мерах профилактики, к сожалению, на это не обращают внимания. Поэтому это то, с чего действительно нужно начинать и что нужно понимать, помнить и соблюдать. Это должны соблюдать вы и ваши близкие. Поэтому нагрузка, во-первых. Берем поменьше, ходим почаще. Во-вторых, получается, делайте профилактику вот этого седентаризма, то есть не засиживайтесь. Нужно постоянно двигаться, чтобы не терять мышечный корсет. Комплексное лечение остеохондроза. Это физиопроцедуры, это массаж, это лечебная физкультура, это медикаментозная терапия, витаминотерапия и прочее, прочее получается. Не стесняйтесь использовать бандажи, корсеты, пояса и все возможное. Как спортсмены используют корсеты и пояса, так и вы должны перед отягощением обязательно одевать. Да, есть ограничения по нагрузке, по длительности получается ношение этих корсетов. Поэтому, если вы будете одевать только на период отягощения, ничем они вам не навредят. До двух часов за вот курс ношения, получается, без проблем. То есть вот за этот промежуток два часа вы смело можете одевать корсеты бандажи и носить их не более, получается, двух часов. Ничего вредного они вам не сделают. Ну и, конечно же, использовать растяжку, то, о чем я уже говорил, просто изометрическая релаксация, самомассаж, чередовать холодное и теплое, вот это тоже весьма эффективно. Подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы. Я надеюсь, следующий ролик мы снимем на вашу тему. Всем спасибо, встретимся в следующем ролике. Поделитесь этим роликом в социальных сетях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok